С вами Актуальное интервью. Меня зовут Павел Танин и сегодня у нас в гостях управляющий отделением Пенсионного фонда России по республике Саха-Якутия Георгий Михайлович Степанов. Георгий Михайлович, здравствуйте. Перейдем к нашей беседе. Сегодня по большей части поговорим об итогах работы Пенсионного фонда, отделения вашего, потому что заканчивается 2017 год уже через пару недель, 18-й мы встретим. И вот какие-то итоги, может быть, вы уже подвели или только начинаете подводить? Да, безусловно, мы подводим предварительные итоги 2017 года. У нас на этой неделе состоялось большое расширенное совещание с начальниками всех территориальных органов у нас в республике. Самый главный результат это то, что мы выполнили все социальные обязательства перед якутянами в части пенсионного и социального обеспечения. 272 тысячи пенсионеров получили все свои положенные им выплаты. Более 70 тысяч многодетных матерей реализовали свое право по материнскому семейному капиталу. 62 тысячи льготников получили свои ежемесячные денежные выплаты. И за 11 месяцев уходящего года мы профинансировали всех пенсий и иных социальных выплат на сумму 59 миллиардов рублей. Ну и, значит, декабрь еще мы практически сейчас заканчиваем выплату. Доставочный период закончится 20-го числа, в декабре. Поэтому самое главное достижение это безусловное выполнение всех гарантированных государством выплат пенсионерам. Вот можете как-то пару слов, что за выплаты именно? То есть, понятно, есть пенсия у нас по старости, скажем так. Да. Материнский капитал, что еще есть? Ну, во-первых, тогда надо сказать о пенсиях сначала. Страховая пенсия – это самый распространенный вид пенсии. Ее получают 82% всех пенсионеров. Есть страховая пенсия по инвалидности, по случаю потери кормильца. Есть отдельный самостоятельный вид пенсии, социальная пенсия. Ее получают граждане, у которых по тем или иным основаниям нет страхового стажа. В основном это матери, которые сидели по уходу за ребенком, или это инвалиды, которые не работали, инвалиды с детства. И у нас с 2015 года появился самостоятельный вид пенсии, как накопительная. Ее уже получают более 2000 кутян. Безусловно, средний размер не очень большой, но мы сами понимаем, что мы пенсионным накоплением занимаемся всего с 2002 года. То есть только полных 15 лет. Поэтому о том, какой будет накопительная компонента системы, можно будет с большей уверенностью сказать, когда мы пройдем более долгий путь. Ну вот я так понимаю, в накопительной части, там, можно сказать, сам получатель будущий, он сам как-то регулирует. То есть он же может накапливать, пополнять. Безусловно, где он будет? Вообще сейчас пенсионные накопления формируют граждане моложе 1967 года рождения. Это все мы должны уяснить. Потому что часто обращаются, где моя накопительная пенсия, ну, люди уже с достаточно большого возраста, скажем так, да. И, безусловно, эти граждане сами формируют свои пенсионные права. Это их право, где формировать свои накопления. Или в государственном пенсионном фонде, это у нас, или же уйти в систему негосударственных пенсионных фондов. Поэтому полностью ответственность за выбор лежит в данном случае, именно на накопительной пенсии, да, средств пенсионных накоплений. Полностью выбор способа инвестирования, это ответственность на самом заявителе, на самом гражданине. Вообще есть какая-то статистика, сколько людей сегодня уходят в негосударственные пенсионные фонды, сколько остаются в ПФР? Безусловно, есть. В самые пиковые годы, вот переход, да, или из пенсионного в негосударственный, или обратно, или между, из одного НПФ, а в другой НПФ, в самые пиковые годы осуществляли выбор более 40 тысяч екутян. Но эти годы прошли, в последние года 2-3 мы замечаем резкое снижение выбора способов формирования своих пенсионных накоплений. Вот по итогам 11 месяцев 2017 года такой выбор сделали всего 853 якутианина. То есть 40 тысяч человек или 853. Ну это большая разница. Это очень большая разница. Я это предполагаю, что достаточно уже стабилизировался этот рынок, скажем так, да. И в принципе большинство якутян уже сделали свой выбор. И они формируют свои пенсионные накопления там, где они выбрали. Или у нас, или в негосударственных пенсионных фондах. Вот говоря про негосударственные, то есть каждый предлагает какие-то свои условия, где-то выгодные, где-то нет. Вы определились, да, вот вы сказали, что каждый гражданин сам решает, где собирать свою накопительную часть пенсии. А вот как-то сказывается именно на Пенсионном фонде России уход людей в негосударственные или же разницы нет? Абсолютно никакой разницы нету, потому что надо понимать, что вместе с человеком и с его взносами уходит также и ответственность. Поэтому, исходя из того, там где человек будет формировать свои пенсионные накопления, он в будущем будет получать свою накопительную пенсию. Если в пенсионном фонде, он будет ее получать у нас. А если в негосударственном пенсионном фонде где-нибудь в Москве, то все взаимоотношения, это застрахованное лицо вынуждено будет вести с тем НПФом, который он выбрал. А представительств московских НПФ в Якутске не так уж много. То есть с какой-то точки зрения для ПФР даже лучше, когда люди уходят в негосударственные, то есть ответственность за этого человека, она уже передается туда? Даже не с точки зрения пенсионного фонда, я думаю, что все-таки с точки зрения самого гражданина ему выгоднее, с точки зрения именно организации процесса. Потому что пенсионный фонд это всероссийская система, находясь в любой точке России, нашего государства, он может обратиться в любую клиентскую службу пенсионного фонда, где он сможет получить квалифицированную помощь и услугу. Хорошо, мы продолжим говорить про... уже в 2018 год немного заглянем в будущее, которое не так далеко от нас. Повышение пенсии в 2018 году планируется? Если да, то на сколько? И опять же, в частности, для отдельных категорий граждан? Да, безусловно, государство продолжает выполнять все свои социальные обязательства. В бюджете, утвержденном уже бюджете пенсионного фонда, заложены средства на увеличение размеров пенсии. Первое увеличение размеров страховых пенсий для неработающих граждан мы осуществим уже в январе, вернее, выплату уже осуществим в январе следующего года. Традиционно пенсии мы всегда поднимали в феврале месяца, но в этом году вот сделано такое исключение, на месяц раньше будут проиндексированы все страховые пенсии. И поэтому в декабре, когда мы уже сейчас после 20-го приступим к формированию доставочных документов за январь, пенсии уже будут повышены на 3,7%. И повышенную пенсию у нас получат только неработающие граждане. Вы знаете, что с 2016 года действует немножко иной порядок индексации, чем который был раньше. И в апреле месяц традиционно будут проиндексированы все социальные пенсии на 4,2%. Это пока параметры бюджета. А более точные размеры индексации будут определены правительством Российской Федерации. Ну вот ранее премьер-министр страны Дмитрий Медведев встречался с главными редакторами федеральных телеканалов. И он нам говорил, что индексация в принципе планируется выше инфляции. Да, безусловно. По данным Минэкономразвития России прогнозируемая за 2017 год индексация в России составит 3,2%. А то и меньше. Но это уже будет известно по итогам года. А как я уже сказал, страховые пенсии будут проиндексированы на 3,7%. А социальные пенсии еще больше на 4,2%. Опять же вначале затронули тему материнского капитала. То есть Владимир Путин, президент страны, он ранее выступил с инициативой, что будет продлен материнский капитал. Да, сейчас в Государственной Думе находится на рассмотрении законопроект, в соответствии с которым действие программы материнского семейного капитала будет продлено до конца 2021 года. И готовится также ряд нововведений. В частности, возможно, за счет средств материнского семейного капитала при рождении второго и последующего ребенка после 2018 года можно будет эти деньги получать ежемесячно в виде пособий. Ежемесячных денежных пособий, размер которых будет установлен, исходя из прожиточного минимума, который устанавливается в каждом отдельном регионе. То есть расширяются функции материнского капитала. Вопрос расширяется ли не для всех или может быть опять для отдельных категорий граждан? Нет, для всех, для тех многодетных матерей, у которых второй или последующий ребенок родится после 1 января 2018 года. Но я еще раз повторяю, что это законопроект. Он только рассматривается сейчас в Государственной Думе. И, возможно, в него будут внесены определенные какие-то изменения, о которых, безусловно, мы сообщим через средства массовой информации. Но вот, опять же говоря, про расширение возможностей материнского капитала. Может быть, в связи с этим как-то изменится, скажем так, процедура выдачи сертификатов или же нет? Процедура выдачи сертификатов не изменится. Порядок останется старый. То есть минимум документов в течение месяца мы должны будем вынести решение. Единственное, не будет бумажного сертификата. Мы идем по пути отказа от дополнительных расходов. Переход в цифровое пространство. Да, и, безусловно, вот сейчас же все организации отменили, допустим, свидетельство на недвижимость. Ну и, соответственно, пенсионный фонд тоже много идет со временем. Но, если понадобится это матери, безусловно, такой документ можно будет получить в любом территориальном органе пенсионного фонда. То есть, если раньше бумажный сертификат выдавался всем, то теперь он только при необходимости. Да, при необходимости. А так как данные все будут иметься в информационной системе пенсионного фонда. Ну, вот и говоря про обращение при необходимости, то есть очереди в пенсионном фонде России, то есть как-то эта проблема решается. Недавно, кстати, в Якутске был открыт центр специальный, который чем-то будет заниматься подобным. То есть предоставить какие-то услуги, обращения принимать. Нет, центр у нас открылся буквально на днях по выплате пенсии, обработке информации. Но это центр, который работает, именно занимается внутренними производственными процессами. Он в первую очередь призван взаимодействовать с территориальными органами пенсионного фонда и с нашими внешними партнерами. А клиенту пенсионного фонда, как обращались в клиентские службы в своих городах, районах, они так туда будут обращаться. Но хотелось бы, вот вы затронули вопрос очередей, конечно, для того, чтобы есть один очень такой путь, для того, чтобы не стоять в очередях. Это больше обращаться к электронным услугам пенсионного фонда. Хорошо. Георгий Михайлович, к сожалению, наше время подходит к концу. Я думаю, мы с вами еще встретимся, вероятно, уже в 2018 году. Желаю вам успехов в вашей работе. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был управляющий отделения ПФР по Якутии, Георгий Михайлович Степанов. До встречи.